Виктория Юрьевна Бунтина Виктория Юрьевна Бунтина Виктория Юрьевна Бунтина Виктория Юрьевна Бунтина обучение 7 июня нетрадиционно в конце мая а именно триместр закончился 7 июня на неделю позже обычного и с 10 июня буквально с понедельника этой неделе начали работу свои лагеря при школах каждая школа создала свой пришкольный вот такой вот отряд а то и несколько отрядов в общей сложности у нас 33 учреждениях из них два частных отдохнут более трех с половиной тысяч детей это школьники младшего в основном школьного возраста семи до 12 лет ориентировочно а дети которые постарше которые тоже изъявили желание не сидеть дома находиться в гуще событий они им предоставлены возможность быть вожатыми в отрядах при школах это тоже и хорошая практика и общение с детьми общение друг с другом и где-то даже какая-то наука образование воспитание потому что очень много значит и для профориентации такая деятельность особенно для тех кто может быть по педагогической специальности совершенно верно и вот поэтому с 10 уже началась у нас лагерная смена она сколько продолжает будет она 21 день календарный день рабочие дни считаются завершим ее 5 июля да и у нас предусмотрено 8 часовое пребывание в этом лагере предусмотрено трехразовое питание причем витаминизации все что полагается на летний период времени все предусмотрено в меню а меню получилось очень даже таким насыщенным приятным вкусным да и стоимость достаточно такая посильная для родительского кошелька 400 рублей на день если ребенок не входит в контингент детей или семей льготной категории то соответственно родители сами оплачивают питание если ребенок льготной категории то буквально все на бесплатной основе а за этого ребенка платит местный бюджет мы предусмотрели серьезное финансирование вот в чем прелесть наши гости виктория урина всегда сразу на все вопросы дает четкие понятные ответы вот но я хотел бы чуть-чуть откатиться назад я же помню бить само появление лагеря при школе это такое позднесоветское уже но в 80-х годах появился такой вариант и связано был с тем что родители все больше и больше были заняты на работе а уже 90-е годы когда ну всяко бывало некоторые трудоголики работали вообще круглые сутки надо было ребенка куда-то деть и собственно говоря когда ты привыкаешь что твой ребенок все время в школе что он под присмотром я имею ввиду в обычном учебном году и тут вдруг наступает лето отправить некуда бабушка где-нибудь далеко или другие какие-то проблемы и собственно говоря это на хорошее подспорье но с точки зрения удовольствия для детей есть ли разница между школой во время учебного года это тоже может быть хорошо там учат все но все-таки летом хочется чтобы был какой-то стены то те в которых ты ну как на работу это же для школьника тоже работа а тут ты вроде как отдыхаешь чем разница но во первых у нас нет урочной системы в этот период времени не по звонку серьезных уроков каких-то занятий не предусмотрено он поэтому считается лагерем дневного пребывания это действительно летний отдых и оздоровление расписание построено на таких моментов как экскурсии тематические выезды посещение музеев экспериментариумы всевозможные то что не позволяет в общем-то лениться уму школьника даже в летний период времени но вместе с тем погружает его в науку с интересом и ребенок не только оздоравливается вот на спортивных мероприятиях либо закаливание проводится тоже во время лагерной смены но он еще все-таки не отрывается от процесса обучения но проводится это все в иных формах дети уже не сидят за партами ни в коем случае у них есть релакс релаксационные комнаты есть комнаты для разгрузки есть просто занятия которые проводятся на полу на ковре ну то есть в каждом случае начальник лагеря вместе с педагогами продумывает эту программу доме ночей чтобы детям было и интересно и познавательно и всем чтобы можно было энергию которая есть у ребенка в таком возрасте максимально использовать в его же да в его же воспитании и в его образование хорошо а есть какие-то нормативы по поводу того ну вот в пропитание вы сказали нормативы пребывания и кто-то кто за ними еще следит помимо ну скажем так технические условия кто существует еще кроме вожатых и так далее кто несет ответственность и со скольки до скольки вообще-то все равно вот как я сказал 8-часовое пребывание но расписание устанавливает каждая школа по интересам по запросу родителей у кого-то это с 8 если родители уезжают например в москву на работу или просто рабочий день начинается рано у кого-то с 8 30 у кого-то с 9 и соответственно все сдвигается вот по 8 часовому пребыванию завтраки обеды ужины динамическая пауза предусмотрен обязательно сон дневной сон дневной сон есть есть ребенок не хочет спать никто не настаивает ну как правило есть они соревнуются бегают занимаются насыщенный такой первой половине дня то как правило все практически спят отдыхают в это время как мы не отдыхали раньше с удовольствием да и мы предусмотрели даже в кабинетах перепланировку сделаем сделали и занесли необходимую мебель в виде кровати раскладушек и это все имеется ну конечно посельные принадлежности все это в полном объеме у нас есть мы организуем эти лагеря но не в каждом скажем не на каждом адресе образовательного комплекса а комплектуем по месту проживания детей чтобы всем было удобно и приводить ребенка и забирать вечер правильно понимаю что например в школе где учится этот ребенок нет лагеря но есть в соседней школе можно воспользоваться совершенно верно через дорогу но это даже хорошо это есть возможность познакомиться с новыми друзья новые эмоции и в качестве педагогов у нас работают все те же учителя которые не задействованы на период государственной итоговой ситуации потому что доверить просто вожатым которым детям которые не достигли совершеннолетия мы не имеем права по трудовому законодательству в принципе это безопасность детей поэтому исполняем обязанности педагогов да люди имеющие на то квалификационные категории и требования к педработнику а какие то есть к ним особые условия одно дело ты учитель да ты пришел читал урок и ушел а здесь все таки еще добавляются но какие-то другие воспитательная функция в основном у нас все учителя они классные руководители они же и воспитатели поэтому ничего нового для них познавать не надо единственное что на летний период они календарное тематическое планирование строит именно исходя из тех дат которые выпадают на июнь на июль месяц чтобы детям было интересно на самом деле пребывать в таком вот формате ну а кадрах еще поговорим потому что это важный момент то есть это как происходит но сейчас мифологизация значит вот учитель бедный отпахал весь учебный год и потом и говорит нет никакого отпуска сейчас ты пойдешь у нас воспитателем работать дальше так ли это работает и какая-то может быть заработно заработная плата как она сохраняется и какой-то другой контракт на самом деле вот на такую работу должен прийти человек который имеет желание просто заставить директор не может да это и не нужно делать есть ряд сотрудников особенно в начальной школе которые во время егэ или огэ в 9 классах экзамена не участвуют и отпуск у всех в принципе учителей у всех педагогов 56 дней и выбирают учителя либо они отдыхают с 1 июня ну кому как удобно кто-то идет 1 июля чтобы два месяца июля август захватить и полноценно иметь отдых поэтому никакого принуждения здесь нет формируем мы вот этот рабочий отряд из педагогов начиная с января уже текущего года когда определяются площадки для лагеря назначаются начальники лагерей и уже начальники лагерей изучают спрос и желание конкретного педагога работать но эти учителя начальных классов как я сказала они с удовольствием идут на иной функционал потому что записываются в лагерь по сути дела их же дети первоклассники и второклассники они знают этих детей и дети хотят чтобы их учитель был с ними и чаще всего именно так и происходит ну и какой-то степени если мы все-таки рассматриваем конструкцию что хороший учитель и дети детям нравится это помогает еще несколько другой до обстановки конечно раскрыться и где-то сплачивает конечно это детей по-другому они вообще veal если будут надоедать друг другу то и дети не захотят и скорее всего учитель не захочет заработная плата заработная плата сохраняется та которая на который учитель Gard completely года мы тарифицирован с 1 сентября соответственно учебный год и заканчивается тарификация закон 31 августа и все эти выплаты которые полагаются в виде стимулирующих либо компенсационные выплаты ести были учители в течение учебного года они сохраняются поэтому учитель ничего не теряет а если есть в фонде оплаты труда дополнительные средства, директор имеет право поощрить по итогам лагерной смены, выплатив премиальный фонд. То есть это есть возможность, если говорить о кадрах, заработать? Заработать, конечно. А проходит ли там какую-то обкатку, может быть, будущие учителя, которые планируют в школу, могут предложить кому-то поработать в лагере? Совсем новые учителя. Или так не работают? Учителей мы принимаем 25 августа. Да, поэтому сегодня мы не принимаем на работу, потому что конец учебного года, и работаем с тем профессионалом, который дорабатывает учебный год. Хорошо. Но, как ни парадоксально, первая часть у нас пролетела, практически все вместе отдохнули мы в городском лагере при школе, свои любимые. Встретились с любимыми учителями. Виктория Юрьевна Бунтина, заместитель главы городского округа Люберца, начальник управления образованием городского округа Люберца, сегодня у нас в студии. Сейчас сделаем небольшую паузу, после чего вернемся и продолжим говорить о том, каким будет лето с точки зрения учебного процесса. Потому что летом, хотя и есть каникулы, но учебный процесс продолжается. Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко, у нас гостяк заместитель главы городского округа Люберца, начальник управления образованием городского округа Люберца Виктория Юрьевна Бунтина. И говорим мы сегодня о летнем периоде, который для работников образования, тем более еще для руководящего состава, ничем не отличается от обычных будней. Разве только тем, что летом все немножко вокруг тебя расслабляются, а ты по-прежнему в напряжении. Сейчас мы давайте договорим по системе отдыха детей. Кроме городских лагерей, есть подмосковные какие-то площадки. Вот как это работает? Во-первых, мы также планируем отдых не только в пришкольных лагерях, но и в других лагерях, которые в Подмосковье, в Краснодарском крае заранее. Потому что есть ряд льготных категорий, в том числе дети, у которых отцы находятся на СВО. В первую очередь мы уделяем внимание такой категории. Конечно же, многодетные семьи, малообеспеченные, дети, которые находятся под опекой, дети-сироты, воспитывающиеся в замещающих семьях и так далее. Много, достаточно широкий спектр льготных категорий. Мы для них планируем выезды в загородные лагеря. У нас на территории городского округа ни одного лагеря загородного нет, не функционирует. Пора делать. Востребованность, конечно, есть. Надо думать просто, где это будет место определяться и каким образом будет работать. Но было бы неплохо, если бы был муниципальный лагерь. Когда-то на самом деле мы пользовались такими условиями. Сегодня вот уже у нас дети отдыхают в Литвиново, это на Арафаминский район. Там есть замечательный детский лагерь, детская площадка. Отдыхают они по 12-14 дней смены. Туда мы направляем в основном детей из семей, где есть участники СВО. И частично льготная категория у нас уже планирует отъезжать в Краснодарский край. Тоже там по квоте Министерства социального развития. Выделены нам места. В общей сложности в Краснодарском крае отдохнут порядка 194 человек. Это дети с 7 до 15 лет. Ну и участники СВО в полном объеме, конечно же. Мы финансируем, область финансирует их выезды. И, соответственно, я думаю, что охват мы выполним в том соотношении, которое нам выделила область, в полном охвате и в полном объеме. Кроме этого, родители могут купить путевки самостоятельно и направить ребенка. После лагерной смены, в принципе, после летнего периода, до 10 ноября, можно сдать документы. Эти документы прописаны постановлением администрации. Вот я как-то тоже рассказывала об этой теме на общегородском собрании и направляла все ссылки на аккаунты, на сайты управления, образованием администрации и так далее, в которых опубликовано постановление и документы, которые нужно представить родителю, который за свой счет покупал путевку, для того, чтобы получить компенсацию. Компенсация до 90% от стоимости путевки. Это тоже предусмотрено нашим местным бюджетом. И, пожалуйста, никогда никому нет отказа, если документы оформлены в полном объеме. А если человек сейчас нас слышит и не знает, куда идти, с чего начать, куда смотреть? Значит, можно сразу выйти в управление образованием. Все каналы, которые я веду лично, они открыты для любого жителя. И можно задать в личку вопрос, можно задать где-то под определенным постом, как будет удобно. Можно прийти в управление образованием. У нас есть целый отдел воспитания, который занимается летним отдыхом. И все разъяснения получить на месте. Кому как удобно. Кто-то в онлайне привык работать, а кто-то хочет лично пообщаться и очно прийти. Дверь открыт в будние дни. Ну и как этим, да, до 90% можно вернуть. Да, в зависимости от того, что за лагерь, какая стоимость и так далее. Надо по параметрам посмотреть. Все документы в открытом доступе. Родители могут спокойно обращаться. Вернусь к тем, кто по льготам. Льготы тоже, видимо, разные есть. Где-то полностью оплачивается, где-то частично. Практически для льготной категории предусмотрена полная оплата. Полная оплата. Понятно. И это все в течение летнего периода, до 1 сентября будет происходить? Нет, до 10 ноября можно прийти для получения компенсации. Я имею в виду, а смены направляются летние, да? Да, до начала сентября даже. Где-то они до 5-8 сентября. И это тоже будет зачет. Последняя смена. Да, да. Где-то 6 смен, где-то 5 смен. И в зависимости от продолжительности этой смены. У нас дети поедут в парк Патриот. Например, это лагерь настоящих героев. Очень нравится такой вид отдыха. Сначала ездили мальчики в основном. А потом и девочки попросились. Была разработана программа на уровне Министерства образования, Минсоцразвития. И девочки в настоящее время тоже участвуют. И очень многие хотят побывать там. Надо заслужить такую поездку. Я даже знаю, что слет, военно-патриотический слет для детей из так называемых неблагополучных семей, да? Да, те ребята, которые стоят на разных видах учета. В комиссии по делам несовершеннолетних. Может быть, на учете в школе. Мы тоже планируем для них, чтобы они не ходили, бродили по улице, предоставленные сами по себе. А все-таки поехали и занимались интересным делом. Хорошо. Вернемся еще к такому вопросу. Тем не менее, вроде как не входило в тему разговор, но я не могу его не задать. Потому что прошел сейчас только период ЕГЭ. Или он еще продолжается? Ну, буквально все основные даты завершены. И с сегодняшнего дня уже резервные дни. Но на резервные дни у нас вышли достаточно большое количество детей. Потому что при выборе экзаменов было совпадение. Например, география и литература в один день, а ребенок сдает и тот, и другой предмет. Поэтому он в один день в основной период сдал, например, литературу, а география у него пойдет в резервный день. И таких совпадений достаточно много. И сегодня у нас проводится ЕГЭ. Правда, поменьше детей уже сдают, потому что это резерв. Из 10 пунктов проведения экзаменов осталось у нас 2-3 пункта в зависимости от вида экзамена. Но экзамены пока продолжаются. А вот эта пересдача, которую... Да, они будут продолжаться у нас практически до середины июля с учетом двух президентских дней. Но мы так их назвали. Это 4-5 июля, когда Владимир Владимирович Путин на послании Федеральному собранию объявил, что ребенок, да, если волнуется, и он может пересдать один из экзаменов. Это очень, правда, правильно. И логично. Логично, да. Дети очень волнуются на экзаменах. И, конечно, учителя стараются их поддержать при встрече на пункт проведения экзамена, в течение самого экзамена. Но, тем не менее, сказывается волнение, и результат не тот. Но здесь есть определенная тонкость. Если ребенок, например, сдал экзамен на 80 баллов из 100 возможных, и решил пересдать, считая, что он может улучшить свой результат, и сдает, например, на 78 в президентские дни, засчитывается 78. Последний результат берется за основу. Здесь вот такой нюанс. Надо обязательно учитывать и рассчитывать на свои силы. Но мне кажется, логично тоже это правильно, потому что если у тебя есть такая возможность, если ты действительно считаешь, что ты можешь, то да. А если нет, может, и не нужно делать лишних движений. Ну вот у нас уже пришли результаты ЕГЭ, первые результаты ЕГЭ. И я хочу сказать, что вот уже 14 стобальников мы в копилочку люберецкого образования положили. Да, это очень хорошо, потому что будут еще и остальные результаты. Думаю, что мы прибавим количество стобальников. Мы будем честовать наших ребят, всех одаренных, всех тех, кто получит медаль. Сейчас медаль будет выдаваться в двух видах. Золотая и серебряная вернулись мы к положению давних лет. В общем-то, это уже было в нашей истории. И мы будем их честовать на общегородском балле медалистов. Ну, назовем его очень красиво. Это на начало июля, ориентировочно 10-12 июля. Вместе с главой округа Владимиром Михайловичем Волковым будем любоваться на этих детей, поздравлять, конечно, дарить подарки. А медали сами когда будут вручаться? Медали будут вручаться как раз на этом мероприятии, на общегородском мероприятии. Поэтому ждем сейчас, надеемся, что еще придут очень хорошие результаты. И самое главное, дети уже практически без экзаменов, особенно стобальники, смогут поступить в онлайн-формате, в тот вуз, который они выбирают. Ну, не могу не задать вопрос. Я думаю, что мы его еще прокомментируем. Но пока нет никакой информации о том, что что-то меняется. Ибо вот совсем недавно опять начала муссироваться история, что то ли отменят ЕГЭ, то ли его каким-то оно другим будет. У вас пока нет никакой официальной информации? Нет, мы работаем в соответствии с теми нормативными документами, которые разработаны региональные правительства. Ну, на уровне федерации есть порядок проведения государственной итоговой аттестации. Пока изменений никаких не внесено, мы работаем в штатном режиме по прежним документам, но тему эту на самом деле наблюдаем, следим за тем, что происходит и в соцсетях, и в каналах политических деятелей, какие обсуждения ведутся. Тоже для нас это животрепещущая тема. Ну, это понятно. Потому что переживаем, меняться ли эта система полностью, может быть, это будет альтернатива какая-то предложена. А это же все люди, которые будут воплощать в жизнь уже новые документы, новые какие-то требования. Ну, поживем, увидим. То есть, говоря таким не очень литературным языком, на стреме немножечко сейчас такого-то ощущения. На чеку. Все вопросы у нас находятся на контроле. Я не буду, Виктория Юрьевна, задавать вопрос, потому что мы много раз обсуждали тему ЕГЭ. Но давайте действительно наблюдать за тем, как это будет происходить. Не забывайте также, что и высшее учебное заведение тоже сейчас находится в таком, даже, может быть, более сложном состоянии, потому что только-только признаны некоторые программы, рабочие в том числе. Теперь опять заново нужно будет переписывать, потому что меняется система. Но не могу не задать вопрос про высшее учебное заведение. У вас есть какая-то отчетность, сколько наших выпускников поступит и когда она будет? Ну, сколько поступит, это покажет время. Это на 1 сентября у нас будет такая статистика, конечно же. Но год от года процент поступления в ВУЗы, особенно на бюджетные места, он повышается. Вот в прошлом году у нас было 68% выпускников, которые поступили в ВУЗы. Но в этих 68% и внебюджетные места, и, соответственно, бюджетные. Считаем, что вот такое количество детей, которые сразу, с первого раза поступают в высшие учебные заведения, это хорошая, качественная работа системы. Тех учителей, которые болеют душой за каждого выпускника 11 класса или 9 класса. Девятиклассники у нас в колледжи поступают, но ровно 50% из года в год. И в этом году у нас 3 800 девятиклассников, почти 4 тысячи. Ожидаем 2 тысячи, что придут в 10 класс. Остальные две поступят в техникум и колледжи, которые захотели. А нам важно сейчас, чтобы пришли в 9 класс? В 10? В 10, вернее. Или чтобы было разумно все? Да, все должно быть разумно, но важно для детей должно быть, что они хотят в этой жизни. Если они хотят раньше получить специальность и устроиться на работу... Потому что запрос такого государства же есть на специальную образование. Совершенно верно, да. А если ребенок чувствует в себе силы, и он хочет дальше учиться сразу после 11 класса в ВУЗе, ну, это его право, конечно же. Но профильное обучение в 10-м, в 11-м классе сегодня очень сложное, и, конечно, надо настраивать себя на рабочий такой момент. В 10-м, в 11-м классе расслабляться будет невозможно, потому что поступление и сдача ЕГЭ, если сохранится в этом виде, или в другом виде будет государственная итоговая ситуация, будет требовать больших физических затрат, умственных затрат от выпускников. К этому надо быть готовым. Ну, как говорится, школа у нас такой же живой организм, как человеческий. Да, все время какие-то происходят... Вот вы говорили про медали. Я, например, у меня серебряная медаль. Да, я попал в ту еще эпоху. Так, теперь, видите, опять это возвращают. Но, насколько я помню, это давал какой-то определенный плюс. По-моему, один экзамен нужно было сдать. Но, с другой стороны, я прекрасно помню, сейчас многие родители с возраста, да, или там уже бабушки, дедушки, они обсуждают, что, ну, какое-то невероятное количество экзаменов сдавалось. И ты сдаешь в школе, потом ты сдаешь в ВУЗе. И надо ли к этому возвращаться? Ну, ясно одно, что все мы немножко под таким, ну, любопытным, я бы сказал, напряжением. Ожидательная позиция у всех, да. Да, и среднее образование, и высшее образование. Ну, и большое спасибо, что Виктория Юрьевна нашла время рассказать нам о том, что нужно к этому всему готовиться. И в этом моменте важно, что дети должны отдохнуть летом, все дети, от первого до последнего класса, и все, кто сдали экзамены, и все, кто в следующем году собирается, надо набираться сил. Пожалуйста, есть возможность. Ну, а мы, Викторию Юрьевну, ждем, потому что, как всегда, где-то там перед первым сентября или в первые дни сентября она нам расскажет. Подведем итог учебного года. Подведем, да, полностью итог. Итог летней оздоровительной сессии, как это компания, да, которую можно так назвать. И будем уже смотреть, может, к тому времени документы какие-то появятся. Спасибо вам большое. Напомню, что это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова